В 50-е годы в Советском Союзе приступили к разработке зенитных ракетных комплексов. В результате на вооружении одну за другой приняли сразу три системы. С-25, С-75 и С-125. Наш более подробный рассказ о ЗРК С-125. В 1955 году на вооружении Советской Армии приняли первый зенитный ракетный комплекс. Он имел обозначение С-25. Комплексы входили в состав 1-й армии ПВО особого назначения. Она несла боевое дежурство по охране воздушного пространства над Москвой. Появление комплекса С-25 привело к тому, что нарушение воздушного пространства в районе Москвы полностью прекратилось. В 1957 году на вооружение поступил зенитный ракетный комплекс С-75. Это была более универсальная система. В случае необходимости ЗРК можно было передислоцировать с одного места на другое. Поэтому С-75 больше подходил для защиты воздушного пространства всей страны. На счету комплекса С-75 уничтожение американского самолета-разведчика У-2. Он был сбит 1 мая 1960 года под Свердловском. Во второй половине 60-х С-75 прекрасно показал себя во время войны во Вьетнаме. Всего ракетами комплекса сбили свыше тысячи самолетов. Появление зенитных ракетных комплексов привело к изменению тактики боевых действий авиации. Если раньше самолеты стремились забраться как можно выше, то теперь для успешного прорыва зон ПВО более эффективными стали считаться полеты на малых и даже сверхмалых высотах. Летящий над самой землей самолет менее заметен для радиолокационных станций. Да и сами зенитные ракеты поначалу не соответствовали новой задаче. Например, комплекс С-75 изначально имел минимальную высоту поражения целей 3 километра. Предвидя подобное развитие событий, еще в конце 50-х в Советском Союзе начали разработку нового зенитного ракетного комплекса. Его назначением как раз и была борьба с низколетящими целями. Комплекс создали в КБ-1. Главный конструктор Юрий Фигуровский. Ракету разработали в ОКБ-2. Главный конструктор Петр Грушин. Комплекс получил обозначение С-125 Нева. Сначала пусковая установка имела двухбалочную конструкцию. Но усовершенствованный вариант устанавливалось уже 4 ракеты. В 64-м году в состав комплекса вошла новая ракета В-601П. Нижняя граница цели для этой ракеты находилась на высоте уже 20 метров. Ракеты комплекса стартовали с наклонной пусковой установки. При наведении она поворачивалась в направлении на цель. Минимальный угол пуска по низковысотным целям составлял 9 градусов. Для транспортировки и заряжания разработали транспортно-заряжающую машину, на которой располагалось две ракеты. По нормативу на перезаряжение отводилось до 45 секунд. Длина ракеты составляла чуть больше 6 метров, масса 912 килограммов. В боевой части находилось 33 килограмма взрывчатого вещества и 3,5 тысячи готовых осколков. Ракета была двухступенчатой. Обе ступени имели твердотопливные двигатели. Преимущество таких двигателей в простоте обслуживания. Они не требуют длительной заправки. Для проведения тренировок по заряжанию и разряжанию пусковой установки выпускались габаритно-весовые макеты ракеты. А поскольку боевые действия могли происходить в условиях радиоактивного и химического загрязнения, нормативы полагалось сдавать и в специальных защитных костюмах. Для боевой позиции дивизиона требовалась относительно ровная площадка размером 200 на 200 метров. В состав дивизиона входили 4 пусковые установки и станция наведения ракет. Высота антенного поста составляла 6,5 метров. При размещении комплексов на подготовленной позиции строились полузугубленные железобетонные сооружения. Там располагались средства станции наведения и вспомогательные помещения. Все помещения оборудовались фильтровентиляционной системой и могли использоваться в качестве убежища. Для хранения ракет также использовались железобетонные сооружения. На их крыше обычно находился пункт визуального наблюдения. Там размещались зенитный пулемет с расчетом и аппаратура химического контроля. В кабине управления комплексом находились оператор ручного сопровождения, офицер наведения, оператор пуска ракет и командир дивизиона. Поиск Азимут 200, угол 3, дальность 35. Оценить оптическую видимость. Разворот вправо. Стоп. Обнаруженную цель можно было сопровождать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перед стрельбой оператор пуска ракет выбирал конкретную пусковую установку. Непосредственно пуск ракет осуществлял офицер наведения. На каждую цель наводилось две ракеты. Причем пуск можно было провести как одиночно, так и залпом. Наведение ракеты на цель производилось по радиокомандам со станции наведения ракет. Подрыв боевой части происходил от радиовзрывателя. В комплексе С-125 был реализован телевизионный оптический канал слежения за целью. Это позволяло вести стрельбу в условиях постановки радиоэлектронных помех. Во второй половине 60-х комплексы С-125 стали включать в состав смешанных зенитных ракетных бригад. Они вооружались комплексами разной дальности действия. Помимо С-125, там были С-75 и новая дальнобойная система С-200. Все комплексы имели единую систему автоматизированного управления. Это позволяло многократно перекрыть воздушное пространство. К тому же в комплексах применялись разные типы наведения, что усложняло противнику ведение радиоэлектронной борьбы. Такие бригады располагались в зоне особо важных объектов и в приграничных районах. Экспортные варианты комплекса С-125 получили обозначение Печора. Они поставлялись во многие страны и участвовали в ряде вооруженных конфликтов. Так они применялись на Ближнем Востоке в начале 70-х. Примечательный случай, который произошел 3 августа 70-го года. Тогда ракеты комплекса уничтожили три израильских самолета. Спустя пять дней после этого между Израилем и Египтом было подписано перемирие. За высокую эффективность станцию наведения ракет комплекса С-125 на Западе прозвали «Лоу-Блоу» – удар ниже пояса. Зенитный ракетный комплекс С-125 предлагается заказчикам и в 21 веке. В дополнение к стационарному создан самоходный вариант. Потенциал, заложенный в комплексе С-125, позволял ему несколько десятилетий оставаться на должном уровне. Своевременно проводимая модернизация помогала отвечать новым вызовам времени. Комплекс С-125 долгое время находился на вооружении советской, а затем и российской армии.